Книга «Открытым оком», том 27, тема «Грех», вопрос 3918. Столько появилось учреждений по лечению от алкоголя и наркомании, а дело так и не улучшается. В чем причина? Вроде бы столько средств на это отпущено государством, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Только в том, что не там ищут и не то лечат. Стали грех называть болезнью и пытаются лечить от этой болячки. А на самом деле это грех и лечение от греха только одно – прийти ко Христу с раскаянием, впустить его в свою жизнь и жить по Евангелию. Кавычки открываются. Сравнение встречается довольно часто. Вот лишь некоторые примеры. «Я как сосуд разбитый». Неужели этот человек, Ихония, Ихония, есть создание презренное, отверженное? Или он сосуд непотребный? Иеремия 22, 28. «Я сокрушил Моава, как непотребный сосуд, говорит Господь». Иеремия 48, 38. «Но Господь сказал ему», в кавычке круглые скобки, «Анании об апостоле Павле». Скобка закрыта. «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд». Деяние 9, 15. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом». 1 Петра 3, 7. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздержались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не страсти похотения». 1 Философоникийцам 4, 3, 4. «Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыки, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай». 2 Тимофею 2, 21, 22. Мужа и жену в типичных случаях можно употребить двум сообщающимся сосудам. Как известно, в сообщающихся сосудах уровень, заполняющий их жидкости, одинаков. Так и в семье. Духовный уровень покрова божественной благодатью оказывается одинаковым у обоих супругов. Более того, любое изменение этого уровня в одном из супругов сосудов неизменно оказывает соответствующее влияние на другого. Когда один из супругов, согрешая в какой-то мере, решается за свой грех Божьей благодати, это мгновенно сказывается на другом, поскольку падает общий уровень благодатной энергии семьи. А если есть дети, то это отражается и на них. На жизненных примерах мы часто наблюдаем действия одного из важнейших законов Божьих, регулирующих жизнь человека. Этот закон, назовем его законом родительского греха, объясняет непонятную для многих причину того, почему дети страдают за грехи родителей. Кавычки открыты. Ученым-социологам давно известно, что наркоманами и алкоголиками становятся дети из неблагополучных или только чисто внешне благополучных семей. На судьбах разных людей мы также проследили определенную закономерность, поясняющую, почему дети вырастают наркоманами или алкоголиками. Дело в том, что особенно негативно сказываются на детях следующие неблагополучные факторы в семье. 1. Блуд одного или обоих супругов. 2. Неполная семья, как правило, без отцовщины. 3. Аборты матери. 4. Участие отца и деда в разрушении храмов, расстрелах людей, клятвах преступления предков. 5. Курение или алкоголизм членов семьи. 6. Недостаток родительской любви к детям. Отказ родителей от воспитания детей. 7. Второй или даже третий брак у отца или матери. 8. Эгоизм и хоростолюбие родителей. 9. Один или оба супруга интересуются оккультизмом или чем-то подобным. 10. Постоянные конфликты в семье. 10. Блуд родителей, а также неизбежно связанные с ним разводы и аборты, сильнее всего наносят детям духовные и душевные поражения. 11. Православная церковь, как известно, считает блудный грех настолько тяжелым, что называют его смертным. 11. Оказывается, блуд имеет же духовно-энергетические последствия, что и законный брак, но только с отрицательным знаком, поскольку является незаконным и, как всякое незаконное действие, нарушающее Божию заповедь, имеет своим неизбежным следствием лишения согрешающей благодати. 11. Апостол Павел пишет, что в оккупляющейся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будет одна плод. 11. Первое Коринфянам 6.16. В православных традициях русского народа было заложено исключительно благоговейное и серьезное отношение к семье. 12. Ответственное отношение к созданию семьи начиналось при выборе супруга. Очень важными считались репутации жениха и невесты и целомудрия. 13. Наши предки знали, что если до замужества невеста имела небрачные связи, от нее уже нельзя было ожидать хорошего потомства. 14. Строгие законы, которые принимались в нашем обществе, не только оберегали от греха, через их проявлялась забота о будущем поколении. 15. Наши благочестивые предки твердо знали, что именно через детей Господь наказывает за грехи родителей до третьего и четвертого поколения, и что дети, появившиеся на свет в результате добрачных или внебрачных связей, могут вырасти умственно и физически неполноценными, стать алкоголиками, преступниками, самоубийцами, извращенцами и просто несчастными своей семейной жизнью людьми. 16. Грех блуда, являющийся смертным, оставляет печать проклятий на детях нераскаянных грешников. 17. И чем больше блудник грешит, тем больше, как некий сосуд, собирает в себя духовной, душевной и генетической грязи. 17. Теперь перейдем к разговору о влиянии алкоголизма на наследственность и здоровье семьи. 18. Этот вопрос в наше время уже достаточно хорошо изучен. 18. Алкоголизм – мощный, патологический фактор, влияющий по принципу, сообщающийся на судах всех членов семьи. 19. Особенно наглядно пьянство мужа отражается на здоровье жены. 20. В семьях алкоголиков практически отсутствуют здоровые женщины даже молодого возраста. 21. Обязательным у них являются признаки психического истощения, раздражительность, флаксивость. 22. В начале работы быстро наступает слабость, нарушенный сотый аппетит, обычные жалобы на плохое засыпание, частное тревожное пробуждение по утрам, разбитость, отсутствие чувства отдыха, расстройство аппетита чаще выглядит чрезмерным повышением и использованием еды как способа успокоиться. 23. Настроение снижено постоянно и постоянно держится уровень тревоги. 24. Даже в те периоды, когда муж не пьет. 25. Женщины рассказывают, что каждый раз они испытывают чувство страха при звуке открывающейся двери, в каком состоянии трезвым или пьяным вернулся домой муж. 26. У некоторых возникают временами приступы злобы, придирчивости, наступает полоса скандалов в работе, в доме и на работе, или глубокая подавленность, депрессия, с нежеланием что-либо делать, руки опускаются, ничто не мило. 27. Высокая болезненность взрослых членов семьи алкоголика проявляется в различных расстройствах, это расстройство телесных функций, вызываемых психическим напряжением, стрессом, нарушением нервной регуляции деятельности организма, основными пораженными системами оказываются сердечно-сосудистые, дыхательные, пищеварительные и кожные. 28. Могут возникать боли в области сердца, нарушения сердечного ритма, возникают колебания кровяного давления в головокружении, головные боли, колебания сосудистого тонуса, связанные с расстройством нервной регуляции просвета сосудов, формируется стойкое болезненное состояние, называемое вегетасосудистой дистонии. 29. Чем старше возраст, тем больше риск ускоренного развития склеротического процесса. 30. Поэтому у жен и матерей алкоголиков даже в среднем возрасте часты стенокардия, гипертоническая болезнь, приступы дыхательной системы при психотравмирующих обстоятельствах проявляют свое расстройство в форме астмы или приступов невротического удущия. 31. Из-за неожиданности, непонятости, непонятности новой болезни возникают переживания страха. 32. Пищеварительное расстройство представлено гастритами, энтеритами, колитами, а также язвенной болезнью желудка, кишечника, поскольку общий психический фон в таких случаях характеризуется тоской, тревогой. 33. Нередко заболевшее начинает предполагать у себя раковое заболевание. 34. Возникает еще один глубоко травмирующий психику длительно действующий фактор. 35. Наименее психотравмирующим расстройством в ряду психосоматических болезней, которые встречаются у жен и матерей пьяниц, являются кожные заболевания, иногда это временные высыпания, местные покраснения, шевушения, зуд, иногда дляющиеся долго нейродермиты, экземы, особенно быстрое действие психотравмирующих факторов, 36. Сказывается на эндокринной системе, щитовидная железа, яичники, поджелудочная железа и ряд других особенностей, поскольку стресс действует на эндокринную систему непосредственно. 37. Особо тяжелые последствия злоупотребления алкоголем одного или обоих родителей сказываются на рождающемся потомстве. 38. В ранние сроки после рождения заметно отставание таких детей от сверстников и в физическом и психическом отношении. 39. У них оттянуты сроки фиксации взора, держания головки. Эти дети поздно начинают брать предметы, хотя у них долго сохраняется хватательный рефлекс. 39. Длительный период не садятся, не стоят, не ходят, а двигаются на четверенькой до 3-5 лет. 40. Психическое развитие таких детей не только замедлено, но и ограничено. 40. К возрасту школьного обучения становится ясно, что умственное развитие их находится на уровне имбицинности и даже идиотии. 41. Повышена заболеваемость мочевой системы. 42. Почки детей алкоголика подвергаются особым нагрузкам. У таких детей слабая иммунная система, иммунные реакции нередко несоразмеримы, несоразмерны. 42. Отсюда высокая аллергичность, хронические танзелиты с осложнением в форме ревматизма, ранее ревмокардиты, отмеченная частота бронхиальной астмы. 43. Это объясняется не только высокоаллергической готовностью, но и психосоматической реакцией. 44. Астматические приступы нередки у детей в конфликтных семьях, не злоупотребляющих спиртными напитками. 45. По косменным признакам можно судить о слабости эндокринной системы, малый рост, масса тела недостаточно, половое созревание задерживается. 46. Более тяжелая степень эндокринной недостаточность у детей алкоголика может проявляться патология вилочковой железы ранним диабетом. 47. До подростковых лет в целом эти дети не причиняют забот, но в период полового созревания пубертантный чаще предстает кризисом. 47. Острым состоянием. 48. Незрелость в психике проявляется неупорядоченным поведением, эгоцентризмом, безответственностью, неспособностью прогнозировать свои поступки и их следствия. 49. Характерная неозабоченность в будущем, отсутствие стремления приобрести специальность, они ограничиваются мечтаниями, меняют намерения под независимостью, понимают бесконтрольность, легко начинают злоупотреблять опьяняющими средствами. 49. В дальнейшем нередки постоянная эмоциональная неуравновешенность, непереносимость больших физических и психических нагрузок. 50. Незультаты исследования в Швеции показали, что шансы стать алкоголиками от отцов алкоголиков в 9 раз выше, чем у сынов непьющих родителей. 50. Наследование алкоголизма от матери к дочери давало вероятность в 3 раза. 50. Клинические исследования Л.О. Бадалян и Е.М. Мастюкова указывают, что дети пьяниц и алкоголиков страдают алкоголизмом в 4-5 раз чаще, чем дети родителей, не употребляющих спиртное. 51. Таким образом, для людей, генетически предрасположенных к алкоголизму, важно правильно оценить риск появления у себя этой страсти. 52. Если в семейной истории есть случай алкоголизма, то благоразумным решением будет полное воздержание от спиртного. 53. Среди неблаговолочных факторов, негативно сказывающихся на детях, в начале главы мы указали на участие отца и деда в разрешении храмов, расстрелах людей, а также клятва преступления и предков. 53. Многим непонятна связь этих факторов с алкоголизмом. 3. Третья царь 22-23. И вот, теперь попустил Господь духом живого в устах всех-всех пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. Исайя 63-17. Для чего, Господи, ты попустил нам совратиться с путей твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться тебя? Обратись ради рабов твоих, ради колен наследия твоего. 4. Изекииль 20-25. И попустил им учреждение недоброе и постановление, от которых они не могли быть живы. Кавычки закрыты. 5. Ниц простертые, унылые, безнадежные, бескрылые, в покаянии, в слезах, мы лежим во прахе, прах. 6. Мы не смеем, не желаем, и не верим, и не знаем, и не любим ничего. 7. Боже, дай нам избавление, дай свободы и стремления, дай веселье твоего. 8. О, спаси нас от бессилия, дай нам крылья, дай нам крылья, крылья духа твоего. Д. С. Мережковский. 10. Мережковский.